всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог я сейчас ездила немножко по делам в общем город и мальчики со мной как обычно в общем заскочила только в мясную лавку купила мясо сейчас давайте вам покажу покупки но и не было в этом мясном магазине вот но так как ехали я сказал что надо заскочить я купила еще девчонкам косточки они были 45 рублей за килограмм такие ну в общем как это суставы да вот эта суставная часть я им уже отдала и потому что это было невозможно тут стонала бона как могла поэтому и она убежала на улице но я вам их тоже покажу вот значит купила я кусочек говядины говядина стоит вот этот кусок 650 рублей за килограмм но здесь прям вот прям он очень хорошие девочки что 50 рублей кажется зимой тоже был 650 рублей я покупала что-то цены стали нормальными фарш домашний девочки я не помню сколько за килограмм все у меня вылетела все из головы дальше купила еще фарш из грудки индейки он там вообще вот реально грудка индейки перемолотая куриные котлетки получается очень вкусно у меня муж обожает котлеты и все что связано с фаршем поэтому да здесь тоже у меня килограмм по 390 по моему рублей и 390 с копеечкой куриная грудка тоже не помню сколько стоило здесь у меня две большие получилось это детям на наггетсы так а дальше купила купаты купаты это у меня свинные они нравятся больше всего мужу здесь восемь штучек по 400 нет по 390 тоже рублей на что-то или 400 рублей что-то в этом духе вот так же купила был по 560 рублей вот такой вот такую личинку тоже мужа у меня любит и купила маленький кусочек вареной колбасы мои сейчас что-то домашние колбасу вареную почти не едят я хочу сделать немножечко вот буквально весь его из расходу салат оливье хочу сегодня сделать девочки будет очень вкусно правильно вот так что вот такие мясные у меня покупки в основном ездила чтобы купить фарш и говядина говядина хорошая вот только в этом магазине где бы я не покупала говядину либо она стоит там по 1000 рублей не вырезка либо короче вот такие у меня мясные покупки вот бы она ко мне пришла притащила свою кость сюда на кухню да вот она я пришла к мамочке да вот а джуси куда-то ускакала со своей костью я не знаю где она еще девочки я сейчас у себя в гардеробной пришла сюда и вспомнила что я вам забыла рассказать я тут на вальберисе заказала одно средство но нам продается еще назад тоже но я заказала на вальберис у нас в этом году несмотря на то что я сейчас в кофте просто у нас сейчас с утра был дождь и достаточно прохладно в доме стало отопление мы не включаем но на улицу опять солнышко у нас вообще в этом году классное лето кстати но такое знаете то дожди это солнце огородники меня поймут не надо поливать огород не надо все это проливать такое знаете идеальное лето на мой взгляд хотя огурцы мне плохо растут в этом году вот ну ладно заказала вот такое средство называется она офичина это средство у меня освежающий спрей после загара вообще у этого бренда это производство италия средство не тестируется на животных она полностью экологично и перерабатываемая упаковка у него на самом деле это плюс всегда любой косметики у этой марки есть средства по уходу за полостью рта за кожей и для ну скажем так средства для лета для защиты спф средства после загара также есть шампуни в общем я решила попробовать вот это средством я очень люблю знаете у меня сухая кожа и я очень люблю подобные средства использовать после загара неважно где я загораю еду я куда-то на море или просто у себя во дворе загораю или ходим на финский залив в любом случае я всегда использую средства после загара важно защищать кожу то есть использовать непосредственно спф но еще вот эти средства это мои палочка вручалочка это такой спрей вот он у меня здесь стоит просто на туалетном столике думаю надо здесь и рассказать спрей который вот такой как водичка у меня все руки поколота это я малину собираю он такой как во первых он очень он очень вкусно пахнет девочки он я не знаю мне почему-то какие-то ассоциации с кокосиком вот может быть может быть и не кокосом пахнет такой приятный косметический такой аромат я принимаю вечером душ и наношу вот это средство просто распыляю даже не размазываю его никак на себе и очень хорошо вот я тут недавно как раз таки вот собирала малину и стояла в купальнике ночью солнышко думал попутно загорел у меня слегка покраснели плечи так вот это средство вот это средство просто сняло но у меня слегка то есть не обгорели а слегка покраснели с него это покраснение просто на ура стянутость сухость кожи после загара у меня всегда сухая кожа такая стянутая все на что-то на себя многие летом не используют знаете какие-то такие средства жирные например да я всегда использую потому что меня сухая кожа на еще раз повторюсь уже много раз повторил так вот это средство очень помогает убрать вот эту сухость тянутость кожи убрала покраснение какие-то раздражения даже в общем средства просто огонь девочки я вам всем советую от всей души вот так вот называется официна ссылку я вам оставлю внизу под видео есть еще средства для загара если вы едете куда-то на морюшко обязательно возьмите вот это потому что она даже как вот вы его когда наносите она даже такое ощущение как будто как охлаждает за счет того что здесь видите такая водичка то есть если например кожа совсем такая чувствительная вам допустим после загара или после морской водички ну знаете бывает так стянутой неприятно даже дотрагиваться то есть вот можно просто попшикать на лицо на кожу и ощущение комфорта увлажненности вообще супер средства огонь девочки от всей души советую я вам ссылочка обязательно оставлю можно сказать на вальберис на озон как я уже говорила но средства вот просто я не знаю 100 из 100 баллов честное слово здесь даже указано что 99 процентов натуральных ингредиентов очень классно хочу вам девочки похвастаться своим урожаем сейчас собрал собрала малину смотрите сколько лин это у меня желтая малина но единственно что она все руки грязные собрала ее когда она ну переспелая она вот такая вот вот становится такой розовый желтая мне не так много потому что желтую она слаще намного вкуснее чем красная малина и и у меня кушают в первую очередь все кабачок это кстати первый кабачок в этом году я сорвала у меня я сажала 4 куста в итоге выжила у меня два но плодоносит только один короче кошмар здесь я сорвала несколько немножко помидорчиков они еще конечно могли повисеть но видите вот здесь вот это не фокусируется дверью в общем ходила я там смотрю дырку сделала в помидорчике но решила снять вот помидорчик такой еще мог повисеть но ничего горох у меня только-только началась собрала тут сорвала немножко и я сейчас мальчишкам горох отдам земляника ну тоже немного у меня немного самой земляники поэтому собираю по чуть-чуть землянику малину я замораживаю варенье никакой не варю потому что варенье у меня не едят и я сама тоже если даже сварю варенье то в итоге его не ем кому-нибудь отдаю поэтому но нет смысла а так можно замороженные ягодки и в творог ну кашу мы не едим но в тот же творог например до положить или какой-нибудь пирог сделать или не знаю тот же компотик морсик все что хотите поэтому я замораживаю и землянику тоже замораживаю и того огурец на самом деле в этом году у меня плохо с огурцами вот у меня вот такой огурец это с но салатный да и тесто что он здесь вот тоненький такой я уже сорвала потому что он здесь начал толстым становиться общем пусть остальные нарастают салат хорошо вместе с этими помидорами будет вообще супер вот остальные огурцы у меня вообще плохо не мало дают и вообще плохо растут в этом году с огурцами мне не очень но ничего да то буду знать что тот сорт который я в этом году посадил что он не очень хороший скажем так вот а вот эти вот кабачки специально вот такие вот здесь зеленые покупаю и специально вот такие кабачки которые долго лежат потому что я из них делаю кабачковую икру из кабачков я делаю только кабачковую икру но вот этот кабачок я сейчас пожарю обваляю просто нарежу так обваляю в муке и обжарю и все и съем у меня кабачок вот в таком виде жареным тушеным любом никто не ест кроме меня поэтому поэтому сорвала остальные буду просто собирать класть в холодильник ну да куда-нибудь кладовку вот и потом соберу несколько штук сделаю кабачковую икру а это я сейчас заморожу ягодки немножко тут уберу всякий сорт вот просушу их и заморожим так что супер ну потихонечку собираю урожай мне на самом деле и на том спасибо на спасибо большое вот вот девочки смотрите моя тыковка какая хорошенькая там еще маленькая но она видимо не выживет еще надо траву мне это подергать там еще маленькая какая-то какая-то почему-то круглая должна быть такие у меня как и радует меня мои помидоры в рынке красота у меня ну что пожарила я кабачки вот таким образом просто обваливаю как я уже сказала маке с двух сторон и обжарив с двух сторон это моя еда сделала еще вот такой малиновый пирог нашла рецепт делается что-то типа шарлотки только с малиной на самом деле надо я вам оставлю ссылку на рецепт на сайт а где я нашла этот рецепт кому интересно но малины нужно до про не малины либо малины поменьше чем ну короче я на глаз ее добавила не не по граммам сколько там было получился немножко я тут кусочку меня отвалился я пробовала немножко кисловата побольше вот добавила посыпала сверху сахарной пудрой украсила малинкой так красиво нужно тесто замешивать два раза больше чем по рецепту ну либо емкость в которой вы выпекаете поменьше да вот ну в общем два раза больше теста и сахара побольше потому что кисловата получается но вот такой пирог решила сделать к чаю и сделала холодный чай тоже с малиной уже говорила как я делаю чай завариваю отдельно добавляю в чай сахар потому что он теплый до лимончик и здесь у меня малина все сюда добавляю воду и все и получается очень вкусно в малину я добавляю вот пока еще чай теплый складываю сюда малину добавляю он получается как бы немножко заваривается такой вот мутный чай но очень мои мальчишки любят вместо всяких лимонадов вообще супер вот такие вот чаечки ну или просто лимонадики супер можно все это залить я кстати вот говорил уже покупаю вот эту воду газированной но у меня видите газированной водой осталось чуть-чуть и газов тут уже нет поэтому не просто пью вот можно залить газированной водой будет как газировка очень вкусно еще вот такая вот у меня вкуснятина это мне персонально несколько дней буду есть а вот это мальчишка позову будем чай пить чай красота это очень всегда аппетитному так выглядит ну по сути как шарлотка только с какао забыла сказать сюда какао добавляется и вкусненько выпекается супер но тесто в два раза больше и сахара побольше надо вот пирог кстати получилось очень вкусное но его нужно делать потолще то есть два раза нужно я вам ссылку оставлю кстати вот этот сайт на который я вам оставлю ссылку да вот с с рецептом там я очень часто оттуда беру какие-то рецепты там очень классно это можно еще кстати почитать комментарии что другие люди пишут об этом обо всем да в общем так я хотела с вами болтать часа на рассветку еще у нас уже темновато хотела поболтать мне задавали несколько вопросов я хочу в этом видео на них ответить первый вопрос это касается моего кота леофана это кот мэйкун так вот меня спрашивали как он по характеру и вообще про него немножко рассказать как вы знаете кто меня давно смотрит этот год был подарен моему старшему сыну на день рождения он очень давно мечтал именно об этой пародии о своем личном коте и так далее на самом деле мэйкун и коты очень классные это что-то наверное среднее между котом и собакой по своему характеру больше похоже наверное на собаку то есть это кот компаньон который постоянно будет находиться рядом со своим хозяином ну не постоянно конечно у него будут свои какие-то дела вот но при этом он очень любознательный но не навязчиво знаете то есть вы будете что-то сидеть делать он придет и будет сидеть и смотреть что же вы такое делаете да ему все интересно он все хочет знать он такой но он плюс еще молодой мы кстати недавно исполнился годик поэтому может быть со временем немножко характер изменится но по сравнению например с тем же каспером да каспер такой ну создается впечатление что мы живем у него а не он у нас то то с леофаном такого нет он больше как компаньон как собачка наверное да по характеру но при этом это кот он большой он действительно большой он уже перерос мою джуси то есть он бою больше и наверное единственный минус который я могу отмести этой породы это то что очень много ест девочки он просто заваливает едой на плюс еще может быть он молодой мы его еще пока что не кастрировали но обязательно это сделаем у нас я не могу вести на такие процедуры мне будет очень жалко и буду реветь сидеть поэтому муж сказал что он отвезет самый немножко освободиться с работы обязательно вот везет но мы обязательно это сделаем вот может быть через за этого он как бы немножко так валит с едой носит если находит в туалет соответственно вот поэтому это наверное такое дело всем остальном это классный кот и единственное что он не любит оставаться один несмотря на то что он много животных но если его надолго оставлять дома там на целый день он потом но видно прямо пока то что он очень скучал вот так чтобы так у меня сейчас вообще все животные мне сложно их поймать они мне сейчас все находятся на улице постоянно и где-то вот где-то они туда-сюда приходит только на завтрак и на ужин можно так выразиться вообще лично я его называю сосед знаете почему потому что он мы подарили его сыну сын его сам из ну была кошка на были там разные котята и он выбрал именно его взял на руки и вот он так и то есть кот леофан да он так и находится вот именно с левой с моим старшим сыном вот они вдвоем и я бы сказала втроем потому что есть еще младший мой сын и вот они втроем во что-то играет он сидит рядом с ними а я чисто такой человек который его кормят и чистит и молотки вот и все он ко мне поначалу когда был совсем маленький он приходил и спать он спал со мной и как-то вот больше больше со мной общался сейчас летом когда лёва целый день практически дома да вот он находится вместе с ним то есть он воспринимает его своим хозяином он может его звать он приходит он там его может тискать ну как это вот они вдвоем а я как бы чистый человек который его кормит это кстати единственное животное в нашем доме которая меня воспринимает именно таким образом у нас еще есть старушка гуничка но она меня просто по факту не любит и она меня но все равно она приходит ко мне она может помурлыкать может посидеть у меня на колешках то этот код нет он не приходит ко мне вообще ну только когда я что-то готовлю что-то нужно у меня выпросить покушать и все поэтому я его называю сосед когда он ко мне приходит я говорю привет сосед потому что так она получается но пока как-то вот так в отношении но как код он просто классный он мы с ним сразу расставили приоритеты что можно что нельзя хотя я его я не бью физически то есть но не воздействию физически на животных не бью я повышаю голос то есть воспитание таким образом происходит я могу там фыркнуть как-то так вот знаете резко там двинуться в сторону вот то есть ну как бы напугать и вот мы получается с ним долго боролись за кухню за то что на кухне нельзя сидеть на столах и наблюдать как я что-то делаю да можно только вот он отвоевал у меня стойку кухонную до такой где у меня стоит кофе-машина вот там ему можно больше ему нельзя на столе обеденном ему сидеть тоже нельзя он об этом знает поэтому сидит на своих полочках вот так что как-то вот так вот такие у нас отношения но сейчас летом все у нас везде везде где ни попадет тем более когда такая не жаркая погода так вообще никого не видать дома вот на этот вопрос я надеюсь ответила я постараюсь я наверно осенью зимой буду больше снимать всех животных потому что они будут тусоваться где-то около меня дома сейчас вот ищи и свящих по всему участку и еще один вопрос который я хотела сегодняшнем видео ответить это по поводу детей я зачитывать тоже самый вопрос не буду но там суть вопроса заключалась в том что как мы относимся к тому чтобы обеспечивать будущее детям то есть покупка машина квартира у меня двое мальчиков и будем ли мы это делать откладывать деньги как-то покупать все это и так далее как я вообще к этому отношусь я вообще считаю что обеспечивать будущее детей так у меня там кто тоже кого-то разборки там вот обеспечивать будущее детей необходимо но для меня обеспечения будущего своих детей это образование и некий такой небольшой старт наверное для детей то есть образование образование это очень важно и тем более у меня два сына все-таки я ну как бы сейчас современной не было все-таки я считаю что семья это такой классический его вариант когда даже если женщина работает да не обязательно это так как в моей семье да будет у них но в любом случае мужчина это основной добычек соответственно у него должна быть хорошая профессия и хорошее образование то же время я считаю что образование я имею ввиду института должен выбирать ребенок сам то есть я бы очень хотела чтобы моих детей сложились две вещи это когда ты хорошо зарабатываешь и при этом кайфуешь от своей работы это на самом деле очень здорово и я знаю что такие есть люди не все не у всех такое есть что знаете никто не работает по специальности это неправда я знаю множество людей которые выбрали себе профессию и возможно это второе высшее образование неважно и работают по профессии и им нравится их работа и при этом они хорошо зарабатывают но мне кажется что вот когда тебе нравится твоя работа ты в любом случае будешь хорошо зарабатывать вот так вот и я надеюсь что мои детей это сложно насчет приобретение квартиры машины здесь ну мне наверно сложно сказать но сейчас мы с мужем не копим на квартиру своим детям вот у нас нет такого если возможно когда будет необходимость когда он там захочет один из сыновей или оба захотят как-то создать семью и необходимо будет там как-то добавить или что-то в этом духе возможно да но все зависит от ситуации и но я считаю что из кожи вон лезть для того чтобы купить машину своим детям нет машина вот точно нет потому что машина это игрушка квартира ну может быть можно как-то помочь но не так что прям вот купить не ну можно наверное купить если позволяет бюджет но во всем себе отказывать откладывать каждую там копеечку недоедать и так далее для того чтобы купить квартиру ребенку и я считаю что это плохая история вот но то есть для меня важно дать детям образование это самое главное все остальное квартира машина есть возможность почему бы и нет нет возможности значит нет значит но в то же время знаете у тебя там есть пачечка где-то в сейфе упрятана под матрасиком до ребенок у тебя там вниз на проголодь живут а то есть ну то есть не входить в крайности знаете золотая середина должна быть во всем не считать есть возможность можно помочь нет возможности помогать не надо но бежать догонять и помогать я тоже не буду вот как-то так я считаю вот я не считаю что дети должны родителям помогать я не считаю что родители должны детям помогать вот только в образовании я считаю что они должны дать дать старт родители должны дать старт хороший вот как-то так и за как-то субборно получилось но я надеюсь что я донесла все мои мысли до вас. То есть, ну, как-то так. То есть, если, например, моему ребёнку понадобится после института ещё какое-то время какая-нибудь там стажировка или что-то такое, где-то что-то оплатить, то, скорее всего, я оплачу, если будет возможность. Ну, как-то так. В общем, должно быть хорошее образование. А всё остальное – машина, квартира. Если есть хорошая работа, я думаю, что в этом нет никаких вопросов. В общем, как-то так. Непонятно, что ответила, да? Я надеюсь, что вы поняли. Вот, ответила на эти вопросы. Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться. Ссылку на рецепт я вам оставила, и ссылку на средства после загара я вам тоже оставила под этим видео. Обязательно переходите, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто ещё не подписан. Всех люблю, целую. До новых встреч.